Ложим лист, ващины, ложим рамку и подвигаем. Всё, ващина впаялась. Всем привет! Наващиваю рамки. И хотя я уже выкладывал видео о своём приспособлении для электронного наващивания, много было вопросов, особенно в соцсетях, в Одноклассниках, ВКонтакте, о том, чтобы я подробно описал это приспособление и что в нём особенного. Ну и скажу сразу, что ничего в нём особенного нет. Это простейшее приспособление и состоит оно из основания. Оно может быть любым фанера. В моём случае это хламинированное ДСП. Далее, на этом основании закреплены два контактора. То есть, это устройство я сделал очень давно, из того, что мне попалось практически под руку. И в этом году я буду снимать видео о пошаговом изготовлении устройства для натяжки проволоки и пошаговом изготовлении такого устройства. Оно уже модернизировано. То есть, здесь планируется сделать так, чтобы эти контакторы у меня перемещались. В моём случае, как сейчас, мне приходится по 145-ю рамку постоянно один контактор перекручивать сюда. То есть, это неудобно. Хочу сделать, чтобы они перемещались и фиксировались в нужном положении, чтобы можно было наващивать любые рамки. Ну, что ещё хочется отметить. Здесь давайте остановимся. Это лекало, на которое, собственно, и ложатся ващины. Особенности в нём такие, что оно с таким расчётом по размерам сделано, чтобы рамка свободно ложилась и вся проволока, все ряды проволоки ложились на лекало. Свободный ход где-то 5-7 мм. Ну, я думаю, что сильного значения величина свободного хода не имеет. То есть, свободный ход должен какой-то быть. Далее. Здесь на основании направляющие. Это обычные куски фанеры. Можно из дерева сделать. То есть, делал из того, что было давно. И здесь такие же направляющие. Верхняя часть, вот эта лекала, оно может перемещаться только вот в этом направлении. То есть, по направляющим. То есть, направляющие таким образом сделаны. Как вы видите, здесь ещё одна направляющая. Она здесь не случайна. Я на своей пасеке работаю с двумя типами рамок. Это Додановская гнездовая рамка. Магазинная 145-я рамка. И как раз под неё сделаны эти направляющие. То есть, они всегда там. Как бы они не мешают друг другу. По поводу источника питания. Ну, в данном моём случае, здесь аккумулятор от снегохода. Аккумулятор любой на 12 вольт. Главный вольтаж на 12 вольт. На 24 я не знаю. Я не пробовал и говорить не буду. Так же, в качестве источника питания можно использовать зарядное устройство для автомобиля. Это что проверено. И любой другой источник питания на 12 вольт. Достаточный по мощности. Я всегда использую аккумулятор. Мне это удобно. Его хватает. Ну, где-то на 100 рамок. Иногда запитываю его от зарядного устройства. И в это же время работаю. То есть, он и подзаряжается. Ну, и сам процесс электронаващивания никакой сложности, я думаю, не вызовет. У нас лекало подвижное. Ложим лист вощины. Ложим рамку на лекало. Всеми нитями проволоки на вощину. Вся проволока сейчас лежит на вощине. И подвигаем к электродам. То есть, нам надо замкнуть цепь. С одной стороны один конец проволоки. И с другой стороны второй конец проволоки. Нам нужно замкнуть напряжением в 12 вольт. 12 вольт достаточно для этого. То есть, я замыкаю цепь. И я могу визуально контролировать сам процесс впаивания. Я вижу момент, когда мне нужно это все остановить. То есть, остановить, разомкнуть контакты. И все. В противном случае, вы можете прорезать вощину. И результат получится обратный. То есть, я замыкаю. Все. Ток попошел. Вощина впаялась. И я вижу, что впаялась она. Замечательно. То есть, все равномерно. Вся проволока впаялась вощину. И никакого отслаивания вощины в таком случае никогда не будет. Даже такие рамки можно хранить. В зиму нанаващивать. Без проблем. Все проверено. Все работает. Ну и небольшой такой тест на скорость по наващиванию. Включайте секундомеры, если вам нужно. Или засекайте по времени видео. Ну давайте, поехали. Ложим лист вощины. Я работаю в спокойном темпе. Ложим рамку. И подвигаем. Все. Вощина впаялась. Вощина впаялась. И она никогда у вас не отклеится. Видно, что впаялась она по всей длине проволоки. Все мы хорошо видим. И результат отличный. 145 рамка наващивается точно так же. Это такое же лекало. Направляющие уже есть. И оно также перемещается здесь по направляющим. Единственное, мне один контактор приходится переставлять. Вот это вот единственное неудобство. И нужно более точно контролировать весь процесс впайки. То есть впайка здесь происходит за доли секунды. Так как всего два ряда проволоки. То есть так же ложится. Так же замыкается. И все. Уже все впаялось. Вот такие доли секунды. И все впаивается. То есть так же впаивается все прекрасно. Все равномерно. Все вот так вот. Красиво. И хорошо. Ващина впаянная по такому способу навряд ли у вас отклеится. Ну если конечно обращаться с такими рамками аккуратно. Ну и это касается и всего. Ну вот такое видео получилось снять. Постараюсь в ближайшем будущем снять пошаговые инструкции по изготовлению таких устройств. Хотя и на основании этого видео я думаю можно что-то подобное для себя сделать. Это не сложно. Так же постараюсь снять пошаговую видеоинструкцию по изготовлению станка для натяжки проволоки. Чтобы не пропустить эти видео. Подписывайтесь на канал кто еще не подписан. Ставьте пальцы вверх если вам понравилось. Делитесь комментариями. Всем удачи. Хорошего настроения. Всем пока. И до новых видео.